Друзья, добрый день! С вами успешные люди и я ее ведущая Анжела Васильковская. Сегодня у нас в гостях легенда. Это Оксана Полонец, известнейший во всем мире дизайнер, дизайнер вышиванок, потому что они необыкновенно красивые, необыкновенно волшебные на самом деле. Здравствуйте, Оксана, очень рада вас видеть у нас в гостях. Да, очень рада быть у вас в студии. Оксаночка, вышиванки действительно такие вот очень красивые. Сколько раз бывало у вас в студии. Мне настолько нравится ваша торговая марка Оксана Полонец. Как вы решили стать дизайнером? С чего началось? Почему именно вышиванка? Ну, перше за все расскажу, с чего почалась моя, мій шлях до дизайнера. Это детская мрія. Еще с детства я мріяла стати дизайнером. Для батьков, казалось, что это какая-то неземная профессия и не нужно быть дизайнером, потому что они хотели что-то больше... Зимой. Зимой. Да, чтобы... Такая работа, это, естественно, да, яка пішов, заработал деньги, пришел домой, родина и тому подобное. Для меня дизайн это была мрія. И все-таки мрія взяла своя. Отже, батьки уже зрозумели, что нема сенсу мені перечити, чи якось не дозволяти. И таким чином я закінчила Академию легкої промисловості и стала дизайнером джиночого одягу. Это действительно профессия моей мрії. Я не знаю, чем бы я еще занималась, если бы я не стала дизайнером. Это действительно то, чем я живу. Но вы талантливый дизайнер. У вас необыкновенный крой, необыкновенные вишивки на вишиванках. Притом свадебные платья на меня произвели незглодимые впечатления. Они настолько воздушные, красивые. Такие царевные лебеди, получается, невесты. Щиро дякую. Да, действительно, мы в своих коллекциях намагаемся втілити найкрасивішие вишивки, найкрасивішие тканины, крей. Это работа всей команды, потому что я не одна працюю, одна бы я не смогла все втілити. Звичайно, что мы втілим все найкраще. Все, что мы научены, все, что я где-то научилась или придумала, благодаря моей команде, мы все это можем втілити. И у вас присутствуют авторские технологии, даже специальные разработки? Да, конечно. Это работа команды, потому что я задаю какую-то основную линю. Девчата уже... Идею дают им, да. Я даю идею, они втілюют, мы пробуем, змінюем, коригуем и рухаемся дальше. И каждый раз вишивка стает более досконалой. Мы сейчас разработали современные методы вишивки, такие, что можно быстро сделать, но качество на высшем уровне. Это видно. Вот это платье, которое у вас, оно просто такой красивый цвет, такой цвет ириса, да, называется, по-моему? Да. Очень красивый. Я знаю также, что вы награждены, и награждены, получается, орден за качество? Или как правильно назвать вам? Так. В 2017 году бренд «Полонець» получил золотый знак качества национальных товаров и услуг за вагомый внесок в развитие украинской культуры. И также вы еще... Так. Еще по версии журнала «Украинянь Піпл» я вошла в рейтинг 100 успешных женщин Украины, и также за вагомый внесок в развитие позитивного имиджа Украины в мире. Ну, вы действительно делаете многие мероприятия, многие показы по всему миру, включая от Украины, заканчивая Нью-Йорком, Грецией, Арабские Эмираты. Так, так. Представляете Украину на самом высоком уровне? Всегда, да. Куда бы мы ни запрошили, моя единственная мета, чтобы про Украину узнались в лучшем мире, чтобы узнали, что в Украине не только много проблем существует, а Украина имеет свою культуру неймовірно красивую, что нам есть чем пишутся, и есть чем працювать и развивать, и это делать еще лучше и лучше. Поэтому это моя мета, украинская тематика, это моя любимая тема, она также пришла до меня... Ну, ничего случайного не было, но, снова таки, справа випадку. Когда одного часу нам запропонували створювати костюм для конкурсу краси для украинской учасниці, из этого костюма все и началось, потому что я увидела в цьему сенс, этот костюм вийшов неймовірно гарный, до меня приходили листи, до меня телефоновали люди, женщины, девочки, и висловливали просто свою подяку за отриманное эстетическое задоволение. И я зрозумела, что это та родзинка, которую я маю взять за основу своей деятельности, что женщины, украинцы давно ждут чего-то такого сучасного, сучасного выполнения национального... И при том в новом образе, в совершенном образе, который сегодня вот именно... Так, конечно. И я завжди в коллекциях створю саме сучасный образ, потому что мы сейчас живем в сучасном мире и каждая женщина хочет выглядеть модно по-сучасному, поэтому мы только используем какие-то традиционные напрацовки, традиционные дизайны или вишивки и втёлюем их в сучасный образ. Поэтому в нашем обороне женщина завжди сучасная, модная, стильная. Вы даже одеваете первую леди страны Марину Порошенко и ее дочерей прекрасных. Так, так, так. Да, была у нас. Очень многие известные личности у вас, артисты одеваются, шоу-бизнес. На любых мероприятиях всегда встретишь кого-либо в вашем платье или же в вашем костюме. Конечно, потому что и известные люди, и политики, и артисты, они также работают в Украине и своей творченостью привозносят украинскую культуру и где же, как не в нас одягать украинский сучасный стиль. Да, делегация. Вы очень красиво всегда подбираете костюмы, одеваете их перед тем, как они вылетают за границу. Так, дякую, дякую. Да, мы стараемся. А вот каждый орнамент, вы наверняка вкладываете какой-то генетический код или вот что вот вас, ну, как бы, что сподвигает к созданию ресурса? Ну, прежде всего, это эстетичная краса вишивки. Это прежде всего. Потому что мы живем в сучасном мире, и, конечно, я не чаклую над вишивками. Прежде всего, это эстетика. Сукни, костюмы, чиновичная сорочка, она, прежде всего, должна быть красивой, стильной, сучасной и отвечать сучасным тенденциям. Ну, изначально, вот в Украине, как бы, каждый рисунок это был оберег. У каждого, вот, региона тоже был свой рисунок со своим оберегом. Вы это используете в своих вишиванках сейчас? Конечно, мы используем вишивки разных регионов. Конечно, я вивчаю эти все напрямки, и каждый регион отрозняется один от одного, у каждого какие-то свои есть. Даже цветовая гамма разная. Да, и цветовая гамма, и разные формы. Поэтому, благодаря этому, у нас невероятно большое разнообразие джерела наткнение. Потому что в разные регионы у нас очень много выборов. И поэтому каждая коллекция входит по-своему оригинально и неповторно. И что мне очень нравится, что на любую фигуру не обязательно быть моделью, можно быть красивой пышкой, но все подойдет. Конечно, у нас в клиенте очень много женщин, успешных женщин, мужчин тоже много. И различной статуры, различного века. Поэтому мы пытаемся так створить коллекцию, чтобы можно было подобрать каждую женщину. И каждая женщина от нас отримает лучшую свою супругу. А детские будут у вас или уже есть? По-своему, так. По-своему мы створим и детские, потому что каждая родина, каждая женщина хочет одеть свою донечку или сыночку. Поэтому очень часто мы створим семейные луки. Это так красиво, когда семья одета в одном селе. Это красиво, это красиво и, конечно, подкресливает родину, индивидуальность, что они вместе, сучасная родина, успешная родина. И это всегда очень хорошо. Украинская вышивка – это вообще что-то уникальное в мире. Это действительно уникальное, потому что вышивки настолько разные, интересные и красивые. И когда это одеваешь, энергетика идет такая хорошая. И всегда вышивка – это такой родинный оберег. Потому что женщина всегда вышивала для своей родины, для своего человека, для своих детей. И своей работой вкладала свою позитивную энергетику. Конечно, такие вещи были оберегом. Здорово. Очень много вы путешествуете, я знаю. И путешествуете вы с мужем. Какие вот страны произвели на вас более впечатления такие вот? Вы знаете, мы были уже в многих странах, и каждая страна, я говорю. Ребята, а мы сейчас прервемся на рекламу. Сеть агентств «Горящих путевок» представляет. Все горячие предложения Египта на одном сайте. Не знаешь, какой тур в Египет подходит тебе? Узнай у нас. Консультации экспертов онлайн и по телефону. Подробная, достоверная информация о курортах Египта в одном месте. Мы 20 лет на рынке туристических услуг. Поэтому партнеры дают нам лучшие цены. Постоянные акции с горящими турами. Большая сеть агентств. Система рассрочки для наших клиентов. Не знаешь, какой тур в Египет подходит тебе? Узнай у нас! Это сель. Иди заyou! С discoveries в фильмовGM! разъединен с инструментами культуры 100% Прох한다. В остром fireх %. М이었izzard.. Упражenee. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Потому что за короткий час, за досить короткий час, что люди смогли сделать в пустелле, ну, это неимоверно. Да, действительно, такой сказочный город, сказочная страна. Хочется брать приклад и хочется так, чтобы в нашей стране хоть немножко как-то рухалось в таком направлении. А вот в Греции вы тоже были. Вы вообще после каждой поездки, наверняка, что-то приводное вносите в свою коллекцию или нет? Вы используете какие-то, может, элементы, вот, шива, кроя? Конечно, особенно если это страна, которая с своими этническими особенностями, конечно, каждая коллекция что-то привносится из этого. Да, это страна, это страна, европейские страны, которые имеют свою глубокую культуру. Конечно, они справляют, вносят свой вплив в коллекции. Мне очень нравится, помимо того, что вы вот такая берегиня, вы очень хорошая жена. У вас прекрасная семья. Это настолько сегодня в Украине редкость. И это действительно вот показатель. Вы успешно во всем. В своих коллекциях, в своем семейном статусе. Да, действительно, мы всегда путешествуем с человеком разом, потому что, кроме работы, даже если это рабочая поездка, он мне помогает, он вносит свой внесок, потому что самотушке достаточно сложно чем-то керовать. Потому что, помимо того, мы каждую поездку, даже если она рабочая, мы присвящиваемся в этой стране деякий час для отдыха, потому что мы очень любим отдыхать разные страны. Колись, своего часу, я себе поставила за мету, что я відвідаю 200 страны. Насправді, я не знаю, че я зможу відвідати 200 страны. Почему это возможно? Многие поваливали. Так, тому я до цього, как бы, прагну. И, если нам вдаётся выбирать, ну, это, если особо, какая-то поездка, подорожка, то, конечно, мы выбираем те места, где мы никогда не были. Мы любим повертаться в наши улюбленные места, но перевагу отдаем каким-то новым странам, новым местам, и это всегда интересно. Я знаю, что вы были на Маврике. Так, мы были на Маврике, это также такая интересная подорожка была, очень интересная. Ты знаешь, что там отели самые дорогие? Так, это такой курорт класса люкс, и нам выпала честь там побывать. Это было 12 лет назад, еще был начат нашей творческой деятельности, и мы еще мало подорожали на тот час. И это была одна из моих первых подорожей, яка, звичайно, на меня справила очень большое впечатление. Потому что побывать сразу, можно сказать, в таких крутых условиях, в таких отелях, это реально очень, очень впечатляет впечатление. И хочется действовать, хочется створить, хочется достигать успеха, чтобы всегда ответить. А бывали курьезные какие-то или интересные моменты, что-либо происходило в поездке? Так, звичайно, бывали разные. Мы были и в полиции, и в Греции. Почему? Мы ничего такого не сделали, но, например, если нас кто-то подвозит в Украине до аэропорта, мы можем вольно рассчитывать, и нам никто за это ничего не скажет. Виявляється, в Греции этого делать не можно. Там есть официйное такси, и никто, кроме такси, тебе не имеет права подвозить и заработать на этом деньги. А наш знакомый, мы жили у друзей, он нас подвез, и мы просто ему хотели поддякувать, дали там какие-то невеликые деньги. А где-то заработала камера? Так, так, так. Да, да, было такое. А как решили эту ситуацию? Ну, звичайно, що ми спочатку взагалі нічого не зрозуміли, тому що підійшла велика кількість людей, і поліція, і вони оточили цього водія. І ми нічого не можемо зрозуміти, що відбувається, тому що ми були такі на веселому настрої, приїхали в аэропорт. А потім ми вже зрозуміли, що щось не то, але ж ми нічого, на наш погляд, ми нічого такого не зробили поганого, виявляється, це не можна було робити. Такі умови, так, так, так. Так, що і в поліції бувало, і різні такі спілкування. Зато є, що вспомнити. Так, зато є, це також досвід, тому що якраз на цьому прикладі ми можемо порівняти в Україні будь-хто може мати автомобіль і може підвезти. Є такі країни, в яких це заборонено. А вот в Нью-Джерсі, коли ви були в США, що було там інтересного? Ви ділили показ, я знаю. Так, у нас было несколько показов в США. Мы представляли коллекцию в Вашингтоне, в Нью-Джерси, в Чикаго несколько раз мы были представлены. Это также страна, которая для меня очень интересна. Это также одна из первых стран, которую я видел из коллекции. Это вообще первая страна. Первый был закордонный показ у нас был в Чикаго на конкурсе краси. Это также было очень фейерично. Мисс Украинская диаспора? Да, это была Мисс Украинская диаспора. Конечно, украинцы, кто живет за кордоном в США, они очень любят украинскую тематику. И нас встречали там очень тепло, очень отверто. И это было очень приятно, как и нам, и им. Ну, действительно, гордость такая Украины, которую Вы представляете не только в Украине, но и за рубежом. А вот что было интересного? Допустим, Вы одевали полностью участниц, красавец. Так, так. Мы представляли две коллекции. Это была коллекция повседневного вбраня с вишивкой в национальном стиле и коллекция вечернего вбраня. Тобто, мы там очень знаково были представлены на этой событии. И даже после этой событии мы еще были пригласены в Нью-Джерси. И поэтому у нас таки був тур по США. Дуже цікавый. И для меня это был перший досвід. Я звезти уже взяла какие-то недолики, недолики, до чего мы не были готовы. Мы не были готовы до такой реакции украинцев в США. Они действительно нас так ждали. Люди приехали на показ из разных штатов, когда они знали, что мы там будем представлены. Люди ехали из разных штатов. Деякие там на это витрачали деколька дней. И, честно говоря, я не была готова до такой реакции. Я была одна, без помечников. И очень интересно было. Люди брали эти штаты. Я клала им прайс. Вони сами смотрели, находили там штаты. Брали их, куда-то шли мерять. Я стояла в разные комнаты. Я стояла, только на это смотрела. И думала, боже, как буду я собирать эту коллекцию. Ну, сподівалася. И так и было, что украинцы были честны. Никто ничего не поцупал. Они уже другие. Там Советовщина, да. Они только приходили и говорили, что эта шоконка мне понравится. Я эту беру. Чи замовляли. Да. И многие у нас эстрадные певицы, оперные девы. У вас одеваются. Вот Наталочка Шоликницкая. У нее потрясающие костюмы. Потом Руденко тоже одевается у вас. Так, так, так. Мы и дружим с артистами, и співпрацюем с ними. Нам завжди приятно, что на таком уровне можем також представлять свои выбранья. Да, девушки всегда в очень красивых платьях от вас. Так, так. Мы завжди намагаемся, чтобы артист выглядел на сцене эффектно, по-украински и модно. Ну, это молодцы, потому что вы несете культуру в массы. А сейчас ненадолго мы прервемся на рекламу. Сеть агентств горящих путевок представляет Все горячие предложения Турции на одном сайте Не знаешь, какой тур в Турцию подходит тебе? Узнай у нас Консультации экспертов онлайн и по телефону Подробная, достоверная информация о курортах Турции в одном месте Мы 20 лет на рынке туристических услуг Поэтому партнеры дают нам лучшие цены Постоянные акции с горящими турами Большая сеть агентств Система рассрочки для наших клиентов Не знаешь, какой тур в Турцию подходит тебе? Узнай у нас! Турки Хоттур.com.ua Оксаночка, с чего начинали? Потому что я думаю, не было у вас дяди Рокфеллера, который подарил вам танцех, мастерист и все остальное Абсолютно не было никакого дяди Рокфеллера и нема до сих пор Мне было еще 20 лет И я думала, что мне не было что втрачать Принаймні я спробую, если что-то не выйдет, я в будь-який час могу найти себе достойную работу и працювать, если не выйдет Но я рискнула, я попробовала, первая студия, это вообще было дома, я жила в одной комнате, в другой я працювала Купили швейную машинку, поставили Таким чином и происходило, это была обычная швейная машинка, обычный оверлок, какие-то клиенты, я их немного обслуговывала И таким чином, завдяки тому, что я робила свою работу якісно, я очень ответственно относилась Мое коло у клиентов расширювалось, я нашла партнеров, с которыми я уже продвигала свою первую коллекцию Это были такие небольшие лініи, от 6 до 10 сукань, а партнеры мали свой ботик и я мала возможность продавать свои коллекции Это были такие первые кроки, и также было очень интересно, что я сама шукала, с кем бы я хотела сповпрацювать и предложила им Они также не сразу хотели со мной сповпрацювать, но пришла какая-то девочка, говорит, я вам... Ну да, я Оксана Поланец, я буду очень известной На тот час никто не знал, но такие решительные кроки, смелые, я считаю, они сыграли певную роль в моих первых пробах То есть получается постулат успеха от Оксаны Поланец, первое, не бойтесь рисковать, верьте в себя, делайте, делайте это качественно, хорошо А что еще пожелаете зрителям, что как правильно делать, чтобы быть успешным? Ваши шаги? Ну, вы знаете, единственный, на мой взгляд, важный постулат – это действовать, 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 действовать Потому что можно мрять, можно говорить много, можно много кого-то извинувачивать, что что-то не так, что много проблем Но если ничего, самоотужки не сделать, ничего не попробовать, ничего, ни в кого не выходить Кожна людина... Я изучаю очень много біографий успешных людей, и я вижу, каким образом они достигают своего успеха Что только действия, только кроки конкретные, ты видишь свой наступный крок, берешь его и делаешь, никого не извинувачиваешь Потому что, ну, я же говорю, что можно найти очень много отмазок, да? Почему я это не сделала? Почему я это не сделала? Согласна, потому что многие великие говорят, что читайте биографии великих людей, которые достигли чего-либо Они вам могут посоветовать, подсказать на своих страницах, и вы можете этого достигнуть, только не бойтесь, а делайте и идите Так, это могут быть пробы, может быть помилки, но ты делаешь какие-то маленькие кроки, учишься и выправляешь свои помилки, и делаешь уже больше кроки Да, дорога осилит идущий Так, так же самое в нас вышло, можно проследить всю нашу деятельность У меня работают, до речи, девчата, мастери, которые уже со мной больше 12-ти лет, и они сами говорят Да, у вас большая мастерская, большой бутик на Подоле, очень такой красивый, всегда можно увидеть, как мастерицы вышивают Так, и есть святки, девчата, которые у меня работают, и они сами говорят Мы же видим, где мы начали, как мы начали, и какой мы сейчас имеем уровень Очень важно иметь правильную команду, из которой ты уже столько лет Потому что это также одна из важных постулатов успеха в отношении с людьми Да, один полненевый Это нужно понимать, потому что без людей я ничего самотужки не могу сделать И для меня, за все, на первом месте это люди и отношения к ним Я их ценю, чем я могу, только я их и хвалю, и поощряю, да, потому что действительно На вас и коллектив любят, потому что когда я была у вас в бутике, действительно они относятся к вам с большим удовольствием, теплотой, гордостью и уважением У нас очень хорошие отношения с девчатами Это такая семья, потому что мы больше времени проводим в офисе, на производстве Это очень важно, чтобы были хорошими Это создает ауру, энергетику любви Конечно, поэтому и наш одежда приносит успех и любовь Да, хотите быть успешными? Приходите, одевайтесь только в украинские вышиванки от Оксаны Полонец и вы будете успешными Это как оберег Оксаночка, и напоследок, пожелайте что-либо нашим зрителям Вообще за все, я хочу побажать, чтобы каждая людина втеливала свои мечты Потому что я знаю, как это важно для меня И я знаю много людей, которые прожили своё життя и не наважили ничего сделать Остались мечтателями? Да, так и остались мечтателями Тому я желаю ничего не бояться, дойти, втілювать и достигать своих мечтателей Потому что каждая мечта, это как маленькая крапочка успеха Украины Я так считаю, потому что, например, моя мечта несе какой-то позитивный настроек, позитивный имидж Украины Украины, всей Украины Поэтому мечты плохими не бывают Если каждая людина будет втеливать свою маленькую позитивную мечту И страна может иметь успех Кстати, хороший совет очень И не даром говорится, что если Бог вам дал мечту, то Он даст вам возможность ее реализовать Просто верьте, идите Абсолютно Оксаночка, очень прекрасного совета, очень рада, что вы у нас сегодня были на программе Желаю вам процветания, желаю, чтобы вы с показами, с этой миссией проехали многие страны Посетили больше двух сот, потому что их чуть больше стран Чуть больше, может, в какие-то... Ну, где, да, где не стоит долг, где войны и все остальное Но, в любом случае, успехов, просветания Дякую, дякую навзаим Так уж вам божаю успехи, всего самого наикраста Спасибо, большое время пролетело очень быстро Друзья, моя прическа от сети салонов Лондо А мое платье от прекрасного украинского дизайнера Жанет фон Клинген Спасибо, что оставались с нами С вами была программа Успешные люди И я ее ведущая Анжела Васильковская Сегодня в гостях у нас была дизайнер Оксана Паланец Спасибо, до свидания Субтитры сделал DimaTorzok